Привет! С вами Елена Литвиненко и мы снова говорим о риторике, ораторском мастерстве и ораторском искусстве. Как выясняется, ораторское искусство – это конгломерат из риторики и ораторского мастерства, плюс чуточку волшебства. На сегодняшний день давайте сосредоточимся на трех основных камнях, на которых зиждется вот эта самая прочная, продуманная и интересная, привлекающая речь. И тут мне приходит в голову интересная аналогия с такой детской сказкой, как «Три поросенка». Ну, помните, да? Один поросенок строил свой домик из соломы, второй – из веток и третий, собственно говоря, из кирпичей. Так вот, солома, ветки и кирпичи – это материал, из которого можно свой домик построить. Либо построить нашу речь. Первое – материал, который мы собираем для нашей речи. Тема, которая нас греет. И, собственно говоря, составление этой самой речи. Вот он, материал, из которого мы строим. Это ваш первый краеугольный камень. Если вы плаваете в теме, если вы сами где-то в чем-то не уверены, то вряд ли вы сможете зажечь своей речью людей, которые хотят вас послушать. Тема и материал. Вы должны быть в нем, как рыба в воде. Второй камень – это наше с вами состояние. Бывает так, что, может быть, вы и выступили неплохо, но ваше внутреннее состояние говорит о том, что «Ой, я себя так неловко чувствовал, и я, наверное, выступил плохо». Вы выходите и спрашиваете у окружающих «Ну как? Ну как? Ну как? Как прошло?» Они говорят «Да ничего, все нормально, все в порядке». Вот это внутреннее состояние, внутренняя настройка очень важна. Я уверен в теме, я уверен в своем голосовечивом аппарате, «Меня хорошо слышно, я хорошо двигаюсь, я помогаю себе жестами, я умею налаживать контакт с залом, взгляд, энергетика». Вот это будет ваш второй краеугольный камень. И что же такое третий краеугольный камень? Это умение выстраивать мелодику вашей речи. Мелодика речи – это в основном интонации, паузы и диапазон голоса. В фонетике это называется просодика. Чем более разнообразная эта мелодика, тем интереснее человека слушать. И вы должны четко себе представлять, а если новичок, то он вообще должен это прописать все. Более опытные ораторы, они как бы продумывают и подчеркивают в своих тезисах, где нужно сделать паузу на переломе, где можно поднять голос высоко, а где надо опуститься вниз, где ускорить свою речь, а где нужно ее замедлить и поставить точку. Сначала кажется, что это все, всех этих тонкостей, нюансов, законов, правил так много, что осилить это буквально-таки с нуля крайне сложно. однако есть методики, есть способы, каким образом, в принципе, достичь этого проще, легче, быстрее. И об этом мы с вами поговорим в следующий раз. Субтитры создавал DimaTorzok